Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Очень рада всех вас видеть у себя в гостях и приветствовать на своем канале. Большое спасибо, что вы нашли время, чтобы провести его вместе со мной, уделить внимание моему скромненькому каналу. Сегодня я вам покажу свой заказ, два даже заказа, которые я совершила в интернет-магазине iHerb. Я там постоянно делаю какие-то полезные закупки и сегодня я решила поделиться. Ну, во-первых, у меня вот есть одна вот такая вот посылка, которую я получила уже, наверное, недели три назад. И есть еще огромная вот такая посылка, которую я получила буквально, ну, может, неделю назад. Поэтому есть и свежачки, и то, что я уже давно чем-то пользуюсь. Обязательно оставайтесь со мной, если любите такие ролики. Если вам интересна тема покупок из магазина iHerb, то милости просим. Конечно же, вот это у меня, посмотрите, огромный заказ. Это старый заказ. Здесь практически все. Я уже всем успела воспользоваться, попробовать, покушать, поесть. И давайте начнем. Я не буду зацикливаться и останавливаться на ценах, потому что все равно я ссылки оставляю. Вы можете перейти и посмотреть по ценам. Давайте начнем, наверное, с очень-очень-очень классной вкусняшки. Это кокосовая мука. Обычная кокосовая мука. Я заказала полкилограмма. Она идет органическая, и она идет супер мелко измельченная. Я ее специально заказала для того, чтобы добавлять в сырники. И сырники реально получаются невероятно нежными, вкусными, с легким привкусом кокоса. Пробовала пока, правда, один раз только готовить, потому что сырники почему-то редко готовлю. У меня дети не очень любят сырники. Так что вот такая вот первая покупка даже скорее для себя я заказала, потому что я очень люблю кокос. Много раз уже говорила, и кокосовое масло я просто обожаю. Следующий как раз-таки про кокос. Я заказала кокосовую стружку. Я просто ошиблась. Я думала, что я заказываю кокосовые чипсы и кокосовую стружку. Оказалось, что здесь две упаковки кокосовых стружек. Но зато я могу их сравнить, потому что я оба уже попробовала. И так, которое было вкусное. Вот это было нереально вкусное, поэтому его уже осталось меньше половины. Представляете, вот столько кокосовой стружки. Вы не поверите, я эту кокосовую стружку ела просто ложкой. Я ее никуда не добавляла. Я ее вообще, я с ней пока ничего не готовила. Просто я ее ела ложками. Она так хрустит. Она такая вкусная. Она такая сладкая. Здесь нет добавления, кстати, сахара. Это просто вот такой органический кокос. Обычная кокосовая стружка. Просто супер вкусная. Вторая кокосовая стружка от другого производителя выглядит вот таким образом. Я обязательно вам подпишу внизу в скобочках, которая вкусная, а которая невкусная. Вот эта кокосовая стружка как в баунте. Она невкусная, она какая-то сухая. Ну, конечно же, я ее съем, куда одеваться. Просто если сравнивать с предыдущей, вот с этой кокосовой стружкой, конечно, в подметке не годится. Она вот какая-то сухая и жесткая. А вот эта просто какая-то потрясающая кокосовая стружка. В следующий раз закажу кокосовые чипсы. Вот так вот я полюбила кокос. И еще я... Ой, это просто божественная штука. Я сейчас говорю, конечно же, не конкретно про вот этот продукт. Это у меня кунжутные семена. Здесь, опять-таки, полкилограмма. Я заказала сразу же большую упаковку, потому что планировала и булочки готовить, и в хлеб добавлять, и в каши добавлять, и в салаты. Ведь все где угодно. И сегодня я попробовала первый раз добавить кунжутные семена в овсяно-блин свой. Я просто чуть язык не проглотила. Насколько же это вкусно! И вот, представляете, вот эти кунжутные семена, они здесь сырые. Это тоже сырой органический продукт. Я, значит, добавила кунжутные семена в свой овсяно-блин. И, представляете, вот эти кунжутные семена, они поджарились, они стали такие хрустящие, они такие вкусные были. Поэтому, если вы тоже любите овсяно-блин готовить, я вам рецепт тоже свой такой, который я постоянно готовлю, показывала во влоге, могу ссылку вам оставить здесь, подсказку. Посмотрите, в самом начале ролика. Вот, попробуйте кунжутные семена туда добавить, это просто что-то потрясающее. Теперь вот, пока не надоест, буду готовить с кунжутными семенами. Вот, ну и также, конечно же, выпечку, еще куда-то добавлять. Следующее то, что я заказала, вот в этом старом еще заказе, и то, чем я сейчас пользуюсь каждый божий день, это кисти Реал Техник. Я уже несколько раз заказывала наборы, несколько раз заказывала одиночные кисти. На сей раз я заказала одиночную кисть, вот такую вот огромную, большую, и сегодня я ей тоже пользовалась. Это кисточка для пудры, пользуюсь я ей каждый день. Кисти свои мою, я где-то, наверное, раз в неделю, из нее не выпало ни одного ворса. Она, ну, я не знаю, самая такая, наверное, мягчайшая кисточка для пудры, из всех кисточек, которые у меня когда-либо были, она пушистенькая, из нее немножко пудра сейчас вылетает, потому что я и транспарентную пудру у меня есть, и запеченная пудра. Вот все, что я наношу, все идеально, но она носится очень-очень легкой, такой вуалью, не тяжелым грузом. Обожаю эту кисточку, она стоит своих денег. Ну и синтетический ворс, он не такой капризный, как натуральный ворс. Я люблю синтетические кисточки, с удовольствием ими пользуюсь, и у меня, наверное, практически все мои кисти сейчас именно синтетические, и большая часть сейчас именно от Real Technique. Обожаю эти кисточки, они за свою стоимость, конечно, просто потрясающие, очень-очень хорошие. Я думаю, что многие со мной согласятся. Следующий набор, который я себе заказала, он идет вот в таком футляре, в такой упаковке, и называется, так, здесь 310, 311, 308, 307, 312. Посмотрите, вот такие номера. В этот набор входит 5 кисточек, которые вы можете наблюдать на картинке сейчас, на упаковке. И входит еще вот такая очень-очень удобная баночка. Она идет пластиковая, она очень красивая, такая симпатичная. Можно, конечно, все что угодно в ней хранить. Классно было бы, если бы они еще побольше, такие же баночки выпускали органайзеры. И в этот набор входит 3 кисточки для глаз, одна кисть для губ, которую я не смогла сейчас найти, потому что, наверное, дети куда-то забрали, честно не знаю. И еще в набор входит вот такая щетка. У нее был колпачок, который я опять-таки тоже потеряла. Колпачок был вот такого же фиолетового цвета. Я думала, что вообще будет кисточка ни о чем, и не нужна эта будет мне щетка. И вы знаете, я сейчас с огромным удовольствием прочесываю ресницы, когда я крашу тушью. Если что-то вдруг где-то слиплись, получились паучьи лапки, вот эта кисточка, эта щетка приходит на помощь сразу же. В детстве, ну в детстве, в подростковом возрасте, я помню, что мы пользовались иголками, булавками, после туши плевалки, разделяли реснички. Вот это что-то такое, но уже более современное. А вот эти 3 кисточки вообще, рабочие лошадки, это я наношу основной, основной цвет на все века. Вот этой кисточкой 310 у нее номер, это растушевочная кисточка, но я ей могу сделать полностью весь макияж глаз, и основной цвет нанести, и затемнить уголки, и растушевать. А кисточка маленькая, самая 307, я ей в основном прорабатываю нижнее веко, сразу и наношу цвет, и растушевываю, и внутренний уголок. Вот такой вот замечательный набор. Ну и также еще принесла вам показать все кисточки, которые я нашла в своей отриалтикнике. Я их что-то отдельно заказывала, что-то в наборе. Две одинаковые у меня кисточки, вот такие большие есть растушевочные. Одно я делаю скульптурирование носа, допустим, а другое я растушевываю тень. Есть еще растушевочная, просто нереальная кисточка 301. Она отличается от предыдущей, вот этой растушевочной, тем, что она немножко приплюснутая, с одной стороны более плоская. Просто обожаю эту кисточку. Есть для нанесения хайлайтера у меня вот такая вот кисточка. Сегодня я наносила румяна сюда, вот на эту область. Ну, крутая кисточка тоже. Для лица есть еще у меня вот такая синтетическая кисточка. Видите, тоже она приплюснутая, очень плотная. И контурирование делать, и хайлайтер я могу нанести. Ну, в принципе, они все мультифункциональные. И последняя кисточка 400. Она пушистая, она такая немножко конусообразная, что я очень-очень люблю тоже эту кисточку. Сегодня видно, что я наносила ей румяна. Также бронзер наношу, и, в принципе, и пудру могу нанести. Мои любимые приправы Simply Organic. Я их просто обожаю. И это самая вкусная приправа на свете. И она реально стоит своих денег. Вот каждую копеечку, действительно. Я уже пробовала заказывать, чтобы получалось более выгодно. Заказывала зелень в больших упаковках. И так получается гораздо выгоднее. Но вот эти маленькие баночки, они самые вкусные. Я заказала укроп. Настолько ароматный, настолько душистый, настолько он вкусный. Даже цвет, видите, у него зеленый. Мне как-то писали, я говорила про петрушку, что именно от Simply Organic петрушка очень вкусная. Она такая же практически, как свежая петрушка. И мне написали, а ты не думаешь, что туда что-то добавляют, раз она такая вкусная. На самом деле, вот знаете, взять даже тот же самый зеленый чай. Зеленый чай, который собран на высокогоре, под утренними лучами солнца, молодые листочки. И сразу их бережно там относили и бережно их высушивали. Подвергали ферментации бережно. Такой чай отличается очень сильно по качеству. Это, наверное, чувствуют только возможные гурманы. А чая, который, допустим, собирали все оставшиеся, вся вот оставшаяся листва, которая осталась там молодая, немолодая, немножко пожелтевшая уже, все собрали, там высушили и отправили к нам сюда в Россию, чтобы мы тут чай гоняли. Конечно же, такой чай отличается. И то же самое я могу сказать про приправы Simple Organic, что именно вот эти приправы реально вот у меня ассоциируются с таким вот хорошим, хорошим зеленым чаем. Вот. То же самое могу сказать про прованские травы. Настолько ароматно, настолько вкусно и настолько это даже красиво. Вы можете просмотреть каждую травинку, каждый листочек. Здесь в составе даже есть лаванда, ну, это прованские травы. И вот лавандовые бутончики здесь даже внутри есть. Я, конечно, вам попробую сейчас это близко-близко показать. Не знаю, камера уловит или нет, покажет, не покажет, но вот такая вот ароматная, вкусная приправа. Я его, правда, всего 3-4 раза использовала. Вот смотрите, органический тмин, органический розмарин, базилик, петрушка, орегано. Это я не знаю, что такое. И органические цветы лаванды. Вот такой вот у нее состав. Заказывала еще в апреле. Сейчас вряд ли, конечно же, я буду заказывать уже зелень, потому что скоро пойдет своя уже зелень. Можно будет у бабушек покупать нормальную зелень. Следующее, то, что я заказала, но что я еще не пробовала. Я заказала алоэ вера. Это сок алоэ, просто обычный сок алоэ. Здесь 1 литр. Он есть на iHerb, очень хорошего состава. Я читала, что он точно такой же и по привкусу, и по составу, как сок алоэ от Herbalife. Вот, поэтому заказала. Посмотрите, если вы тоже сок алоэ где-то покупаете, можете посмотреть на iHerb. Правда, сама я еще, естественно, не пробовала. Он у меня запечатанный. Думала заказать фаберлики, потом все-таки надумала на iHerb заказать сок алоэ веры. Еще я заказала монолаурин от Солорей. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит. Соответственно, тоже еще не открывала. Такие вещи нужно принимать по назначению врача. Я не буду на БАДах останавливаться. Просто я вам показываю то, что я заказала, и все. Не делюсь там своими впечатлениями и прочим особо, потому что не все нормально реагируют на такую информацию. Все БАДы и лекарственные препараты принимаем только после назначения вашего лечащего врача. И я заказала еще шелуху семян подорожника. Вот. Это очень-очень крутая клетчатка. Говорю, потому что я уже пробовала. Заказала, не жалею, конечно, хотя она с трудом пьется. Вот даже я какую-то гадость не могу в рот засунуть и все это выпить, съесть. Но тут прям вообще было тяжело, потому что консистенция такая, знаете, как у пудинга получается. Нужно быстро-быстро выпивать и огромным количеством как минимум одним стаканом воды запивать вот эту клетчатку. Теперь следующая коробка. Здесь уже есть какие-то вещи более интересные, возможно, потому что здесь косметоз, корейская косметика и не только. Во-первых, я заказала Сонечке безопасные лаки для ногтей. Она, ну, конечно же, любой ребенок смотрит на своих родителей и повторяет. Девочки повторяют за мамами и у меня Соня очень просит постоянно купить ей косметику. Конечно, с лицом все-таки не хотелось бы мне, чтобы она что-то там мудрила, а вот с ногтями почему бы и нет. Поэтому я ей заказала безопасные лаки для ногтей. Они абсолютно ничем не пахнут, они на водной основе. Причем только что у меня эту коробку порвала сашулька. Здесь в наборе идет пилочка внутри, также наклейки для ногтей и цвета просто наишикарнейшие. Вот правда оттенки я абсолютно не ожидала, что они придут такие крутые. Здесь в наборе получается их 10 штук, 10 лаков для ногтей. Здесь даже есть оттенки с блесточками, даже есть оттенок дуахромный, очень красивый синий. И первый раз Соня попросила именно этим оттенками ей ногти накрасить. Ну посмотрите какая крутая палитра. И цвет они дают нормально насыщенный такой. Конечно же держатся они очень-очень плохо, потому что это детские лаки на водной основе. Их можно пальцами даже убрать. Но какие они красивые, сколько радости детям приносят. Сонечка у меня осталась очень довольна, ну и соответственно мама тоже очень довольна. Посмотрите, вот такой дуахромный, очень-очень красивый оттенок, который отливает и синим, и зеленым, просто вообще обалденски. И еще сонечки, я безумно рада, что Соне понравились органические вот эти леденцы. И какое же счастье, что теперь не нужно покупать чупа-чупс, и теперь Соня может хорошие, качественные леденцы есть, и даже еще и витамины какие-то получать, потому что я вот заказала большую упаковку органических леденцов. И посмотрите, вот таким образом выглядят эти леденцы. Просто обычные леденцы на палке в индивидуальной упаковке. Они очень ароматные, и при всем при этом все ароматизаторы здесь, в том числе и красители, они натуральные. Это очень-очень радует. Большая упаковка, я даже не знаю сколько здесь штук, но 310 грамм. Вот, суперское качество. Здесь нет обычного сахара рафинированного, здесь тростниковый, по-моему, сахар. Органический, темный, рисовый сироп. Ну, в общем, сможете посмотреть состав, на сайте он указан. Также есть леденцы с сахарозаменителями, но как бы детям, да, я заказываю детям. Сонечке я заказываю именно эти леденцы, потому что они идут с органическим сахаром, а не с заменителем сахара. И еще с витамином С я заказала леденцы, они ей тоже понравились, они идут вот такие вот, как маленькие обычные леденцы. Тоже идут с хорошим составом, с витамином С. Витамин С здесь в виде аскорбиновой кислоты, 200% витамина С в 5 леденцах. Так, это что я? А, куркумин. Куркуму я ем уже давно. Я заказывала на сайте iHerb просто обычную куркуму и в виде еды я получала ее, принимала, ну как, ела, просто ела, это обычная еда. Я думаю, ну, закажу я лучше в капсулах, чтобы точно быть уверенным, что я нормальная количество потребляю. Заказала я вот такой куркумин. О пользе куркумы наверное многие слышали, многие знают, кто не знает, можете почитать. Кому не интересно, можете вообще об этом не думать. Далее я еще литий заказала, микроэлемент, вот такой, он тоже есть. Разные есть виды лития на сайте iHerb. Бады, не увлекаемся, детям ни в коем случае не даем, сами принимаем только по назначению врача. Следующий из косметоза, то, что я вам покажу, это мои самые, наверное дорогие вообще в жизни патчи для кожи вокруг глаз. Я не скажу причем, что они самые лучшие. Мне патчи Ruby Coyle тоже очень сильно нравились, но наравне с этими. А тут просто вышла новинка и появилась на сайте iHerb. Кстати, состав у них просто наишикарнейший, если сравнивать со всеми патчами для кожи вокруг глаз, которые у меня были, такого состава я еще не видела ни у одних патчей. Потому что обычно первые там пять, первые десять позиций, они так себе потом начинаются куча-куча экстрактов. А здесь на первом месте вода, глицерин и уже начинаются действующие компоненты. Просто какая упаковка красивая. Она так и называется. Здесь написано Diamond. Очень-очень красивая сама упаковка. Дальше сами патчи выглядят тоже потрясающе. они полупрозрачные, их практически не видно под глазами, они так красиво поблескивают. Они имеют форму лепесточка, это моя самая любимая форма для патчей вокруг глаз. Сами патчи как будто бы голубые, но они на самом деле прозрачные. Пахнет невероятно приятно. Действительно убирают, разглаживают гусиные лапки, какие-то мелкие морщинки, вот эту сетку. Да, эффект временный, но вот я такой человек, который обожает патчи вокруг глаз. Мне очень нравится, что они отечно снимают и я их и на межбровку у меня там уже морщинка, такой залом образовался. Я наношу и мне очень нравится эффект, поэтому ну как по мне это просто суперские патчи. Следующее, то что я вам покажу, давайте эфирное масло я заказала специально делать скраб антицеллюлитный на свои вот эти процедуры. В общем, на пути красивой кожи я заказала стопроцентное эфирное масло апельсина. Оно божественно просто пахнет и когда я его добавляла в аромодиффузер, у меня Антоша зашел в спальню и сказала, здесь пахнет Новым годом пахнет мандаринами. Очень яркий, такой свежий, бодрящий аромат, просто супер концентрированный. Ой, даже через баночку вот я ощущаю этот аромат, очень пахнет приятно. когда вы выжимаете вот апельсин, когда вы чистите апельсин и вот эти струйки летят, вот пахнет точно так же, нереально. Я, кстати говоря, нашла пилочку, которая шла в комплекте и наклейки для ногтей, которые в наборе у Сонечки шли дальше. Я заказала, по-моему, за 200 рублей сыворотку с суперским тоже составом. Это, по-моему, натуральная вообще косметика или органическая косметика с витамином С, гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и коэнзимом Ку-10. Здесь всего лишь 5 мл. Сыворотка называется ретиноловая сыворотка, антивозрастная. Мне понравилось. Я уже пользуюсь на протяжении 5 дней и мне очень-очень нравится. 5 мл. Ну, хватит, конечно, ненадолго. Еще, наверное, на неделю и у меня закончится. Потому что я как-то много лью сыворотки, но у меня лицо мое вот обычно здесь не заканчивает. Если я наношу вечерний уход, у меня лицо заканчивается где-то вот здесь на уровне груди. Следующее, это последнее уже наконец-то, то, что я вам покажу. Интересный набор появился на сайте iHerb. Вот такой Lafleta K-Beauty. Здесь набор супер-бомбических средств, которые также представлены на сайте iHerb, которые можно приобрести по одному. Но здесь идут миниатюрки из полноразмеров. Здесь есть разве что вот такие тканевые маски. Я посмотрела по составу. Вот эта тканевая маска нереальная просто. Я такую тканевую маску еще с таким приятным составом никогда не видела. Опять-таки, давайте я вам приближу, если вам тоже нравится иногда посмотреть на составу, поизучать. Вот, посмотрите. Очень крутой. Мне даже интересно, сколько стоит эта маска, если ее одну, одиночную покупать. Вот такой вот бренд. Я думаю, что мне должно точно понравиться. Следующая маска, которая входит в состав этого набора, она уже не такая крутая. У нее уже такой стандартный состав, как у многих масок. Ну и далее у нас здесь есть маска для волос. Начинаю, насколько я понимаю, потому что слипи написано. Дальше от Блайс. Ау! Это все корейская косметика, да, это все корейские производители. Блитхе, Блайс, кто как называет. Это люксовый корейский бренд. Ну, люксовый, премиальный. И в этот набор нам положили миниатюрку в 10 мл крема сыворотки с чагой. У нее наверняка какое-то наикрутейшее описание. Цвет у нее очень интересный. И вы знаете, мне очень понравилось это средство. Насколько это такой приятный, легкий, тающий крем. Жалко, что всего лишь 10 мл хотелось бы побольше. У меня от этого бренда до сих пор не закончилась. Чуть-чуть еще осталось сплэш-маска с кислотами. Вот, мне тоже очень нравится. От It's Skin вот такая ампульная сыворотка. У меня была подобная сыворотка, поэтому я очень-очень рада этой сыворотке. Она мне нравится. Классная ампульная сыворотка. Дальше у нас еще есть очищающая пенка. Это очень-очень круто. Пенка, я же все правильно говорю. И так, у нас еще есть даже от бренда Too Cool for School кремушек. Здесь 15 мл. Посмотрите, вот такой крем, что-то, видимо, связанное с яйцом. Также мы получаем косметичку вот такую прозрачную La Flat Eka Beauty. И еще здесь была маска глиняная. Она мне, кстати, очень понравилась, но ее постоянно нужно на нее распылять что-то, термальную воду или еще что-то, потому что она очень быстро застывает. Она примерно вот такого же объема, как эта маска для волос. Ну, не помню, какой бренд, можете перейти посмотреть, хорошая масочка. Вот такое классное наполнение этой косметички. И вот такие у меня были заказы из iHeart. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, оно было вам интересным и полезным. Спасибо большое за ваше внимание еще раз. И до новых встреч в моих новых роликах. Пока-пока-пока. Все необходимые ссылки я оставлю внизу. И сейчас, кстати говоря, действует 10% скидка, если я не ошибаюсь. Пока-пока.